Привет всем! Продолжаем отвечать на вопросы. Поступил очень интересный вопрос. Как буддизм пришел в Японию? Тема, конечно же, не на коротенький ролик. Я думаю, что из этого можно сделать полноценную лекцию, где-то часа на полтора. Может быть, я ее даже когда-нибудь сделаю. Но в рамках ответа на вопросы я подумала, о чем же я могу поговорить. И решила, что поговорю о том, в чем у нас, собственно, загвоздка с этой темой. Загвоздка у нас в том, что было это очень-очень-очень давно. И за все те века, которые прошли с момента, когда у нас буддизм вошел в Японию, создавать красивая легендарная версия, которая, увы, оставляет за своими плечами огромное количество фактов и всяческих аспектов, которые тоже влияют на то, что буддизм у нас так хорошо укрепился в Японии. И вот сегодня я как раз хочу поговорить о том, что у нас в легендарной версии, что остается за ее пределами. Итак, легендарная версия гласит, что в 552 году император Ким Мэй получил от правителя Пэк Чен, это у нас часть Кореи, статую Будды Шакямуни. И разразилась большая дискуссия при дворе, стоит ли нам теперь поклоняться этой статуе, или не стоит ками обидеться. И эта статуя очень-очень понравилась представителю клана Согану Инами. Он очень хотел получить себе эту статую. И тогда император сказал, что типа ладно, вот пусть Сога у нас поклоняются этой статуе, а все остальные могут ей не поклоняться. И так у нас начался буддизм в Японии. Потом, конечно же, Соге еще неоднократно приходилось защищать буддизм, потому что все остальные строили всякие козни, требовали выкинуть все статуи в реку и даже укидывали. Но тем не менее. Вот у нас легендарная история. Что остается за кадром? За кадром остается тот факт, что буддисты в Японии явно были еще до 552 года. Кто это были? Во-первых, это были всяческие иммигранты из Кореи, Китая. На самом деле, даже при дворе, вот в аристократических семействах время от времени попадали какие-то люди тоже с Китая и Кореи. И, понятное дело, они вполне себе могли быть буддистами. Скорее всего, даже ими были. И Кван Сога, скорее всего, еще до 552 года уже, по крайней мере, всерьез интересовался буддизмом. А может быть, уже даже вполне себе буддизм исповедовали. Соответственно, вот этот презент в виде статуи, который император Ким Мэй официально разрешил Квану Сога у себя установить, был, я бы назвала это, официальным разрешением Квану Сога быть буддистами. Вот, официально они теперь могут поклоняться статуе Будде. Потом, что интересно, практически сразу у них появился корейский священник Эбин, монах, который у них читал сутры. И дальше у нас следует одно очень интересное событие, которое обычно оставляют в тени. В какой-то момент Кван Сога решили, что им нужны свои собственные японские буддисты, которые будут читать сутры перед алтарем. И они снарядили экспедицию в Корею с тем, чтобы эти самые первые буддисты приняли постриг. Кстати сказать, эти самые буддисты уже успели принять постриг в Японии, но это было только предварительно, и надо было, конечно же, все сделать по всем правилам. Эти три первых буддиста были женщинами, причем это были очень молодые девушки. Они поехали в Корею, приняли там постриг и вернулись монахинями в Японию в 590 году. Звали их Ценшинни, Цензони и Кензонни. Часто ли о них говорят? Ну, на самом деле нет. Вот, казалось бы, у нас есть трое людей, которые практически родоначальники монашеской традиции в Японии. Почему о них так мало известно? Ну, как раз потому, что они были женщинами. Даже сейчас вся их роль в становлении буддизма пытаются всячески опровергнуть, заявляя, что они не сами решили стать буддистками, и вообще у них было неполное посвящение, полное посвящение не смогли получить. Но реально факт остается фактом. Монахини на японской земле появились раньше монахов. Я имею в виду именно японские монахини, японки. И они вполне себе передавали свою традицию дальше. Но буддизм тогда еще был просто такой заморской фишкой. Считается, опять же, что уже в VI веке активную роль в становлении буддизма занял принц Щетокутайщи, легендарная личность. Он и строил храмы, и проповедовал буддизм, и чем только не занимался, и вообще был сам очень верующим буддистом. Проблема заключается в том, что с принцем Щетокутайщи непонятно практически ничего. Очень трудно отличить легенду от правды. Там черт ногу сломит. И как-то остается в тени тот факт, что за спиной принца Щетокутайщи стоял весь клан Сога. А также в тот момент, когда у нас принц Щетокутайщи был регентом, императрицей была Суйко, которая тоже, можно сказать, вышла из клана Сога. И вот эта самая Суйко была вполне официально буддистской монахиней. Не легендарно, это факт. Она была буддистской монахиней. И, конечно же, она была верующей буддисткой, конечно же, она всячески проповедовала буддизм, строила храмы и так далее. И хороший вопрос, является ли принц Щетокутайщи актором ее воли, или он действительно был таким просветленным буддистом. Мы не знаем. Есть легенда. И есть факты, которые говорят о том, что не все так просто. В общем, все это натолкнуло меня на идею закупиться литературой, которая непосредственно рассказывает нам о роли женщин в японских религиях и сделать цикл лекций именно на этот счет. Что думаете? Мне кажется, было бы интересно. Ну, получилось, что я вроде как и не ответила полностью на вопрос, только начала на него отвечать. Ну, в любом случае, хотелось бы услышать ваше мнение насчет того, интересна ли вам вот такая тема женщины в японских религиях. Ну, все. Давайте на этом сегодня завершим. Пока-пока.